очень интересная она понравилась правда отвечай ты был минске я никогда не был минске впервые в минске я его даже увидеть не успел да и я бы показать старый город но мы не успеем потом мы приедем еще обязательно потому что старый город я видел в декабре 2018 года на проекте тяжело классно человек с такой улыбкой рассказывает как тяжело очень мёрзлая сильная ветра ветра я жила как раз там где знаете где площадь там елка еще центральная стоит и вот там рядом у меня была квартира прекрасно на самом деле квартира но вот то что я выходила погулять и меня сносило ветром не очень радовало и я играл героиню больную больную ликемией и естественно эту роль перенесла немножко свою жизнь что было тяжело что добавило мне большего напряжения внутри и гуляя по городу я пыталась наслаждаться городом а у меня не выходила роль из из сердца и души и это очень плохо надо уметь выходить из роли но тогда на тот момент я это умела крайне плохо совсем не умела вот и впечатления остались крайне тяжелые смутные потому что у меня из команды будет тяжелые отношения это был один из первых моих проектов которым я отнеслась очень очень ответственно и тем самым наверное внутри где-то зажалось и второй мой приезд это 24 июня приехала сюда на месяц у меня героиня вероника и сериал называется вероника приехал в 4 серийку меня встретила команда я приехал сюда с огромным страхом уже что меня ждет и ожидает точно такое же все колючие все вот эти люди и я приезжаю они все добрые мягкие открытые общительные стильные имеющий вкус меня у меня конечно все полностью перевернуло сознание и режиссер он местный аминчанин да так говорят гиргель сергей николаевич оператор из питера творческий человек это было очень здорово мы снимали в разных локациях я посмотрела относительно посмотрел город мы снимали только один раз в центре вот но вот именно дрозды мы посмотрели очень красивое место живописное красивая река там очень красивые места собственно уже я поменяла свое не то что мнение я тогда даже понимал что прекрасный город но я внутри сейчас могла поменять это мнение и люди очень меня полюбили я их мне нравится у нас с андреем то что как раз мы не меняюсь внутри дома ними но мы такие же были меняется просто наверное наша такая повседневная жизнь наши какие-то новые ограничения или наоборот новые возможности новые проекты которые мы сами можем реализовывать вот вот это то что привносится в нашу жизнь а так внутренние внутри нет они меняют но я не знаю вот говорят спрашивает и звезду не поймала я даже не представляю что это такое я даже не верю в это наверно это есть у кого-то кто-то ловит звезды вот но пока что либо мы до этого не доросли чтобы поймать звезды либо мы на это не не восприимчиво на самом деле наверное мы это тоже лет мы с андреем достаточно из интеллигентных простых семей где родители все воспитание положили на нас и постарались дать прекрасное образование и при этом как бы уже с детства звезд с небес и не хватали и пройдя через многие как раз термии и пройдя через многие испытания а ты понимаешь что любой человек который к тебе относится даже пусть настолько тебе высоко относится он человек который тоже достоин быть и идти к своей мечте и это просто понимаешь потому что вот было бы наверное обидно если бы я подошла к человеку который меня вдохновляет и он бы меня как нибудь опустил опять же если если бы я не переходя его границы да как-то ну вот разный момент бывает у актеров у певцов у артистов бывает тоже можете быть настроением может здоровье быть и там в этом моем плохим и так далее тоже нельзя обижаться когда если ты не ответил на сообщение ну просто не успеваешь совсем не успеваешь или обижаются когда ты им коротко ответил или там с кем-то вот десять человек стоял с девятью обнялся с десятом не смог на ему время там самолет или что вот обижаются да но это уже с этим ничего не сделать как бы а так вот мы как раз стараемся быть и являемся такими же как и были до потому что мы были такими же как и и люди и мы и есть эти же люди поэтому транслировать нужно просто человечность всегда и все тут вот такая миссия на есть и вдохновлять потому что когда мы поняли что от нас люди выходят как минимум как минимум от просмотра сериала там от наших кружочков от истории от а музыки до концертов из выходят сияющими глазами кто-то перестает болеть у кого-то кто-то выходит из депрессии кто-то мириться с семьей или меня и казино свою жизнь так это и есть миссия артиста а в чем тогда она состоит и мне кажется следуя вот этому пути мы и будем оставаться такими какими какими есть в кино у нас планы снять свой проект в общем мы да мы же хотели делать спектакли мы решили замахнуться на рыбу покрупнее это снять свой фильм пишем сейчас сценарий вернее истории даже истории и пытаемся смотреть как работает или не работает какая-то история и от этого уже плясать и долго мы хотели сделать ролд-муви то есть чтобы наши герои до ехали были в пути и с ними происходило что-то интересно но это так мы общую конечно же герой должны для чего-то ехать куда-то конечно у них да такие интересные арки у них у каждого вчера очень давно мы немножко перефразируем очень давно я услышал от андрея что он мечтает сняться у режиссера алексей нужного и вчера вчера я нахожу новость студии никита михалкова запустила фильм по мотивам бременских музыкантов режиссер алексей нужный ролд-муви ролд-муви ну вот так интересно да это как-то и непонятно почему это мимо нас пролетело потому что мы об этом думаем уже месяца два года да 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 но это уже классно чтобы уже близко где-то вот слушай мы думали об этом месяца два а кто-то наверное года два вот и поэтому да да правильно но классно что сошлись мысли да у студии никита михалкова и у нас понимаете у нас у нас музыка песни они не самые простые в плане не образование она как бы тоже влияет это гнесинка как бы понятные музыкальная грамота и теорию музыки и гармонии это все внутри сидит уже и также плюс что взято от актерского и театрального это начитанность да у нас в каждой песне обязательно есть смысл и также там есть обязательно музыка именно музыка именно интересная музыка не две ноты стараемся как бы вот ищет вода на это сделать да конечно мы в разных жанрах пишем но вот пока мы сделали именно такие песни монументаль стадионы да и знаете транслируем то опять же такой позитив радость потому что сейчас этого не хватает всегда нужно отталкиваться наверно от того что чего не хватает позитива к сожалению реально нету вот так посмотреть на программы посмотреть на кино драмы это хорошо а в фэнтези это хорошо вот именно комедии ведь они нужны я сама люблю в дни печали раздумьясь засесть за комедию и также послушать а меня вот а сквит музыка позитивная веселая музыка опять же музыка да не бит какой-то там я может быть моя личная кто-то любит такому что такое но хотелось бы уйти от пошлой музыки хотелось бы и немножко народа хотелось бы уйти от пошлости во всем что мы делаем даже в кино тем более но у нас нет пошлости в кино вот но все равно мы когда напишем историю мы стараемся смотреть что будет здесь пошло во всех смыслах что будет наоборот хорошо какие ценности мы транслируем а какие ценности какая ценность вот потерялась и советского союза семья семья поэтому вот этот но мы сейчас вот как-то и на направляемся в плане написания сценария чтобы как-то возобновить культивировать это все потому что знаете голливуд это прекрасно действительно прекрасно но это немножко не наша культура и когда начали люди копировать уже наверное после 90-х именно вот копируя стараясь да их немножко культуру их видение наверное потеряли свое а свое оно было очень ценным и солнечным всегда всегда быть рядом не могут всегда 31 июня советский фильм мюзикл мюзиклы были прекрасные мэри поппинс 31 июня дать много музыкальные фильмы были их сейчас нету сделаем да у нас у обоих очень простые родители у меня инженеры оба инженеры вдумайтесь в это слово переиграем дубль 2 у меня очень образованы ну это правда они безумно образованы у меня инженеры я сам из маленького городка с населением 18 тысяч человек это город окруженный лесом я когда бегал по вечерам полумарафон 15 лет такое было когда не знаю зачем это чтобы обижать вот полумарафон 21 километр это пять раз вокруг города надо бежать то есть настолько он маленький вот я я вот оттуда и я не знаю я на самом деле всегда был каким-то аутсайдером везде вот и сашка у нас по нас поэтому вот так вот очень мы схожи во многих вещах наверное потому что я как-то со стороны много на что смотрел поэтому и как-то глубже проникал сочувственно в какие-то вещи вот но и родители конечно основу заложили я расскажи что-нибудь тоже просто о чем я хотела сказать добавить то что это было не оговорка это просто опять же до к ценностям возвращаемся у нас почему-то все учитель врачи там инженер почему-то стали неправильно скажу профессии второго сорта нет просто незаметными профессиями в тот момент как блогеры ничего не имею против но просто блогеры стали на первом месте да и также как другая там актеры певцы и так далее не знаю правильно это или нет но вот сейчас такая данность и поэтому я у меня родители у него вообще геолог разведчик отец он профессиональный спортсмен и директор основал школу да опять же там из моральных ценностей он создал школу построил ее и она была совершенно бесплатно видите всегда она ушла сразу в государству это так интересно потому что сейчас все делать частное частное но он у меня папа очень строгих правил и честных правил слишком вот мама она очень мягкая женщина наверное именно этот союз наверное поэтому у меня мама с папой потому что только она могла выдержать моего папу и наверное поэтому папа с мамой потому что именно эта женщина могла его выдержать ну как-то так ну помимо до любви чувства и так далее опять же наверное атмосфера я всегда видела любовь родителей не столько к себе сколько в их отношениях и это сейчас я понимаю что верно я могу сказать им что им вот меня там не обнимали никогда не целовали и так далее и в только по прошествии многих лет я поняла что а это ведь правильно что они жили не полностью там мной и братом а любили друг друга и именно я видела их любовь и взаимоотношения это более цене это более правильно нежели если бы они там отискали меня но друг другу чувствовали там тихую месть вот это неправильно и наверное именно у меня мама у меня мама она не . она что она похожа на кузечек камешек а вот это такая порода я всегда просто удивляюсь и у нее она будет видеть сталинку разрушена а для нее она будет разрушена красивая сталинком понимаете да и как бы наверное вот это немножко и плюс а папа он противоположностью то что погода не будет мама так солнце не будет погоды какой-то противоречие ну при этом вот они вместе очень-очень много лет вот и наверное вот это симбиоз их какой-то вот меня как-то воспитал не знаю это же до разные у разных края родители дети вообще как мне кажется приходит в мир уже со своим чувством со своей какой-то психикой и не всегда все зависит от воспитания от родителей так далее поэтому не нравится мне лично не нравится когда все сваливают там воспитание родителей или еще больше хуже когда все ответственность перекладывать на учителей вот у меня мама работает в школе она завод школы очень очень много лет и классный руководитель я знаю что такое когда мне пять или четыре года а именно маму вызывать по основу руководителя в милицию в то время еще была милиция потому что он что-то ребенок натворил да ну потому что опять же все в жизни неоднозначно вот у меня вот такие родители и это все место происхождения далеко не город это вообще поселок где я родилась это вообще маленькое маленькое место надеюсь куда нибудь андрея концерт дадим там да 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 мы летали мы подлетали к городу вот я прям так рулил хорошенечко но все равно как момент пришлось развернуться а саша вообще она что-то там делала посадка ой у нас мне вообще повезло мне всегда везет именно с такой техникой как мотоцикл и все и пока мы мы взлетели значит с инструктором прекрасный мужчина прекрасный инструктор сергей и ну пилотирование урок пилотирование и значит мы все попробовали все разные фигуры и в какой-то момент ему говорят по связи что где-то там сбрасывают парашютистов вот и значит приземляться пока нельзя чтобы не мешать и у нас в запасе еще образовался 15 наверно и за это время мы еще попробовали сделать ну не до конца естественно аварийную посадку на выключенном двигателе все эти ямы попробовать еще там все вот эти вот я как они называют пики как не называют экипировка хочу сказать пики короче повороты по-русски это было здорово это было здорово меня это немножко вернуло хорошее состояние так когда мы сюда летели я смотрел в иллюминатор и думаю как вас был бы летать научиться а тут раз сегодня утром мы летим и но это класс это класс на самом деле вообще страха нет ты смотришь вниз и тебе не страшно почему-то круто но я не знаю как это описать какой-то ощущается наоборот спокойствие потому что на земле красоты устойчивости нет так как в мире она есть и это такое состояние когда ты полностью доверяешь полностью доверяешь тому моменту который сейчас есть и доверяешь даже человеку который рядом сидит полностью он для тебя в эти минуты становится очень близким человеком потому что ты с ним переживаешь момент взлета и падение и посадки и виражей и виражей всего да бы экстремально экстремально но на самом деле как это воспринимать